Петр Порошенко, президент Украины, подписал указ и назначил нового начальника Одесского управления службы безопасности Украины. Теперь эту должность займет Александр Довженко. Я напомню, что генерал-майор Александр Довженко работает в СБУ с 1993 года. С 2012 по 2013 годы он был заместителем начальника Главного управления службы безопасности Украины в Киеве, потом возглавлял региональное управление в Черниговской области. И вот теперь ротация в Одессу. Скажу так, что ротации среди силовиков происходят очень часто, особенно в такой структуре, как служба безопасности Украины. Где будет работать Сергей Батраков, который до этого дня возглавлял Одесское СБУ, пока не сообщается. И мы перейдем к сообщению, которое сегодня, наверное, оказалось для кого-то, выпало из информационного поля, но, естественно, не для нас. Но это нехорошая весть, потому что в Турции умерла 8-летняя одесситка, которая отдыхала там с родителями. Эту информацию предоставила телевизионная служба новостей «Телеканал 1 плюс 1». По информации телеканала, семья жила в отеле в поселке Кириш, ребенку стало плохо, поднялась температура. Девочку забрали в больницу в Кемер, после этого направили в частную клинику в Анталии. Однако спасти маленькую одесситку не удалось. По предварительной информации, родители пытались сбить температуру самостоятельно. Причину смерти устанавливают эксперты. Мы будем говорить о безопасном отдыхе, где, с кем и когда необходимо отдыхать и какие навыки оказания первой медицинской помощи, какими навыками должны обладать те, кто собирается на отдых или отдыхает дома. Потому что ситуации, Федор Сердюк, основатель центра ФАС, первая помощь и спецподготовка, не даст соврать, что ситуации бывают различные и застраховаться от различных форс-мажоров, но, наверное, на 100% точно нельзя. И Елена Зуева, директор архитектуры агентства «Домакс», будет нам помогать рассказывать о том, где наиболее безопасен отдых, в каких странах, что необходимо иметь с собой для этого отдыха. И дабы не повторялись ситуации трагические, которые случились с нашей маленькой одесситкой, то есть медицинское страхование и тому подобное. Интерактивный опрос. Вопрос. Какой вид отдыха вы, уважаемые телезрители, считаете наиболее безопасным домашним? Активный, конечно, это спорт или путешествия? Или вы уверены, что с вами ничего никогда не случится? Три варианта ответа. В конце нашего эфира мы подведем итоги вашего голосования. Итак, Федор, вопрос будет первый вам. Мы отталкиваемся от той ситуации, которая произошла в Турции. Понятно, что информации большой пока нет, деталей мы не знаем. Тем не менее, вот вкратце, если можно, какими навыками оказания именно медицинской помощи должны обладать те люди, которые путешествуют? Пусть это будет первый раз, или эти путешествия уже стали нормой жизни. Вот элементарные моменты. Давайте расскажем телезрителям. Спасибо большое, Сергей, за вопрос. Это действительно важная тема, потому что, пожалуй, каждый человек, я думаю, что мы увидим даже понимание этого тезиса в результатах сегодняшнего вопроса, каждый человек может стать когда-то зависимым от определенных экстренных действий по помощи ему до прибытия врачей. Конечно, вот рассматривая эту ситуацию, с которой мы начали, скорбную, трагическую, не могу сказать, что навык борьбы с высокой температурой, он является ключевым. Тем не менее, по моим наблюдениям, у меня есть определенный опыт в этом отношении, здесь как раз важно, ну, как бы базовое и банальное понимание того, как не навредить. Очень часто я видел, что детей, и взрослых в том числе, и детей разного рода людей, когда они заболевают, у них повышается температура, укутывают, дают им горячие жидкости. Почему-то считается, что если человек пропотеет при высокой температуре, то ему полегчает. Это обман. Обман наполовину, потому что действительно большое количество жидкостей способствует облегчению его состояния. Но укутывание, оно повышает температуру еще больше. И наблюдал ситуации, когда у человека до прибытия бригады скорой помощи или до прибытия спасателей, у него температура 38,6, после того, как его просто разделили или сняли с него одеяло, температура падает до 37,2. То есть важно понимать, что высокая температура, она уходит сама, если вы не способствуете тому, чтобы она росла. По поводу навыков. Наиболее важные навыки определяются тем, когда счет идет на минуты. Если мы говорим при высокую температуру, там есть время для прибытия скорой помощи, то нет времени, да, или время возможного наступления смерти меньше, чем время ожидаемого прибытия скорой в следующих ситуациях. Это навык помощи при потере сознания. Важное перекрытие дыхательных путей. Мы когда-то, по-моему, даже целый эфир посвятили этому. Перевод в безопасное положение на бок. Это навык сердечно-легочной реанимации. Остановка сердца. Сердце не бьется, нужно работать за него. Это навык остановки кровотечений. Прекрасный пример нашего студента полицейского. Мы вспоминали его в эфире, когда он прибыл через три минуты и уже успел выйти через мужчины, раненого порядка двух литров крови. Он остановил ему кровотечение, спас ему жизнь. Минутой позже мужчины бы не было в живых. И, пожалуй, это навык помощи при травмах шеи и позвоночника. Это не главное, но это очень хорошо поддерживает людей психологически, потому что один из наших самых больших страхов — это навредить. И когда вы знаете два-три простых правила помощи людям, у которых подозревают такую травму, например, после ДТП, все становится легче. Вот эти четыре навыка я считаю главными и основными. Этими четырьмя навыками я хотел бы, чтобы владел каждый человек, и тогда у нас бы просто феноменально снизилась бессмертность в стране. Вы сейчас говорите о кровотечениях. У нас есть небольшой видеоролик. Мы позаимствовали его с вашей страницы в Фейсбуке. Именно как раз остановка кровотечения. Я так понимаю, что пользоваться можно различными подручными средствами. Сейчас это видео наши телезрители посмотрят. Пожалуйста, выводите его на экран, и вы прокомментируете то, что там происходит. И мой следующий вопрос уже, соответственно, будет Елене. Насколько возможно с помощью туристических агентств обезопасить свои путешествия? Вот что происходит сейчас? Здесь происходит остановка кровотечения исконечности с помощью импровизированного жгута. Импровизированного значит, что человек, который применяет этот навык, он не был готов, у него не было жгута промышленного, и он делает его из-подручных средств. Мы специально взяли целлофановый, ну, очень плотный пакет, который не тянется, мусорный мешок, по сути, и ножницы, потому что это прекрасная иллюстрация, что можно использовать, если не все, что угодно, то много чего. Несколько слов вдобавок к этому видео. Остановка кровотечения у людей осуществляется жгутами только в тех случаях, когда другие способы исчерпаны. Это не связано с травматичностью, то есть косвенно. Просто есть более простые и менее трудоемкие способы. Например, прямое давление на рану. То, что мы советуем любому человеку, особенно тем, кто занимается спортом или активными видами его. Если видишь кровь, придави сосуды, с которого она течет, просто рану, руками в перчатках. Не иметь с собой перчаток, занимаясь потенциально опасными вещами, это глупо и безответственно. Потому что перчатки... Кстати, вы всегда говорите о том, что перчатки вы носите с собой. Вот в студии, я понимаю, сейчас их нет, но у вас есть... Я думаю, что они или остались в сумке, или нет с ней с собой. Есть такие, да? Да, конечно. Вот подтверждение того, что перчатки всегда действительно Федор носит с собой. Это абсолютно верно. Это необходимость. Я хочу иметь право и возможность спасти человеку жизнь. И при этом моя жизнь для меня важнее, чем чья-либо другая. И я не хочу заразиться ВИЧ или гепатитом или чем-либо другим из-за контакта с кровью. И только перчатки дают мне стопроцентную гарантию того, что я не буду заражен, пытаясь кого-то спасти или спасая. Поэтому мы говорим, что перчатки плюс прямое давление на рану — успешная остановка кровотечения. По каким-либо причинам это невозможно. Страшно давить, непонятно куда давить. Много пострадавших, как было при трактах, которые сейчас происходят каждую неделю. Используйте жгут. Если нет промышленного жгута, который был произведен специально для этого, хотя сейчас масса туристов носят их с собой в рюкзаке, это занимает... Вот мы сейчас узнаем, туристы носят такие штукенцы у себя в рюкзаке. Елена Зоева, директор турагентства «Домакс». Вот проводите ли вы некий инструктаж для тех людей, которые с помощью вашего туристического агентства заказывают различные туры? Насколько серьезно люди относятся к тому, о чем вы говорите? И опять-таки, если говорить о безопасности, чему вы обучаете или на что настраиваете ваших клиентов в первую очередь? Здравствуйте, Сергей. Спасибо большое за то, что вы обратили внимание на столь важный сегмент, касающийся путешествий. К сожалению, могу констатировать, что крайне малый процент туристов относится серьезно к страхованию, к медицинскому страхованию, если уж вернуться к проблеме, которую мы затронули. Мы настаиваем, мы категорически не продаем туры, в которых не включена медицинская страховка. Что всегда я говорю туристам? Я всегда прошу их обратить внимание на условия страхования, на то, кто оказывает непосредственно ассистанс за границей. Я всегда настоятельно прошу туристов понять, что в момент пересечения границы оказать им первую помощь, доступную финансово, может только страховка. То есть, если с вами что-либо происходит, вы в первую очередь обращаетесь в страховую компанию. Сама лично проверяла. Вот у меня прямо есть страховая компания, с которой мы лично сотрудничаем и берем всегда у них страховки. И я в каждой стране пытаюсь проверить, как они работают. Поэтому всеми способами позвонить, написать, на e-mail, на Viber всегда реагируют. То есть первое что? Я читаю договор, который предоставляется в момент заключения сделки. Это сделка. Что прописано? Какие условия? Что включено? Что покрывает страховка? Ведь на самом деле читать договор нужно. Не все это любят делать, не все умеют, но его нужно читать и понимать, что включено. По той причине, что подводных камней множество. Какая-то страховая компания покрывает абсолютно все, а какая-то покроет какую-либо часть чего-либо для одного из, например, семьи путешествующих. И такое тоже есть. Мы настоятельно просим, пожалуйста, почитайте, посмотрите. Ну кто это делает? Ну, вместо своих туристов это сделали мы. И в случае, если турист выбрал тур, в который включена страховка, которая ничего не покрывает, мы предлагаем дополнительное страхование. А если я вижу... Ну, туристы часто отказываются. А с чем это связано? Как люди объясняют? Вот такое наплевательское отношение к безопасности? Ничего со мной не произойдет. Ничего со мной не произойдет. И я вам скажу, вот недавно был пример, когда ехала... То есть то, что мы внесли в интерактив третьим вариантом вопроса, ответа вернее, да, это то, что происходит реально в жизни. Это то, что происходит реально в жизни. И я вам скажу очень немаленький процент. Ну, во всяком случае, мы с этим сталкиваемся очень часто. Вот ситуация была семья с детьми, с малышами, там, два-три года. То есть это... Произойти может что угодно. И туристы определились на туре, стоимость которого автоматически включена туроператором страховка, которая ничего не покрывает. Она покрывает болезнь одного из путешествующих, не покрывает происшествия в море. То есть вот эти моменты. Температура... Ты имеешь право воспользоваться страховкой, если у тебя температура выше 38, у ребенка выше 38,5. Ну, на минуточку. Предложено было туристам за дополнительную плату приобрести страховку, которая покрывает все. Люди отказались. Я скажу честно, я дополнительно сама сделала им эту страховку. По той причине, что если вдруг начнутся проблемы за границей, и люди обратятся ко мне, как я смогу им оказать помощь? Только обратившись в страховую компанию, потому что лечение за границей очень дорого стоит. Как принимающая сторона, знает ли она о том, что наши туристы, выезжающие за границу, отказываются от медицинской страховки? Как они это расценивают? Смотрите, если мы отправляем туристов так называемые пакетные туры, это тур, под который заказан чартер, это пакетный туризм такой, то не могут быть там туристы. Там автоматические обязательные условия у принимающей компании — наличие страховки. Но опять же возвращаюсь к тому, что в целях экономии, в целях оптимизации стоимости туроператоры сотрудничают с абсолютно разными страховыми компаниями, которые абсолютно по-разному себя ведут в случае чего-либо. Ну вы знаете, я, наверное, сейчас скажу без привлечения, иногда цена этой экономии — это человеческая жизнь. Так и есть. Ну как минимум здоровье. Федор, а что бы вы посоветовали тем туристам, которые… Я сейчас не про экономию, да, а те люди, которые наплевательские. Таких очень много. Это правда. Вы лучше меня это знаете. И правда, не только туризм у нас есть и военный, кстати, да, кто-то выезжает там в зону АТО по различным задачам в том числе, да, и наплевательски к этим вещам относятся. Что бы вы все-таки посоветовали тем людям, которые говорят, со мной ничего не случится? Ну, вы знаете, каждый день таких людей становится все меньше. Слава богу. К сожалению, их становится меньше естественным образом. Потому что я очень люблю статистику. Статистика говорит, что сегодня в Одессе, ну, например, да, это могут быть неточные цифры, два человека переживет остановку сердца. Вероятность выжить при остановке сердца, не получив сердечно-легочную реанимацию спасателем, просто очевидцем, да, членом семьи, другом, коллегой, она очень низка. Она стремится там к пяти процентам, даже чуть ниже. И если, примеряя на себя эти цифры, а они сейчас со всех сторон, мы подаем их огромным потоком этой информации, предостерегающей, примеряя их на своих родственников, человек все равно не чувствует резонанса, значит, так тому и быть. Мне жаль, но двое сегодня отправятся в небытие. И я не буду искать виноватых. Это личное решение и личная ответственность каждому. Какой можно сделать вывод? Безопасность — это процесс, это не результат. И те люди, которые живут долго и счастливо, зачастую и озабочены. Это очень наглядно показывает истории людей, с которыми все равно так или иначе происходят те или иные вещи негативные. И если люди заботятся о них заранее и думают заранее, то и исход, как правило, благоприятен. Мой совет — это думать о рисках, относиться к ним серьезно, не фокусироваться на них, не отказывать себе в отдыхе, не бояться встать на лыжи или поехать. Это жизнь. В ней надо рисковать, в меру надо давать себе адреналина. Это нормально. Но при этом считать, что ты не накопил на тур, если ты не накопил на страховку, считать, что ты не накопил на активный отдых, если ты не накопил себе на какую-то минимальную аптечку или тренинг, или обучение. И вопрос тут не в продаже каких-то коммерческих услуг. Если со страховкой — это единственный вариант по понятным причинам, это финансовая манипуляция, то сейчас огромное количество организаций от Красного Креста и заканчивая какими-то еще международными фондами предлагают бесплатные опции. Какое качество — это уже абстрактный вопрос. Конкретный. Инструменты всегда есть. Главное — это понимание рисков и ответственность. Много людей из моего окружения, из тех, кого мы с вами, Сергей, знаем, они находятся на достаточно видных позициях в обществе или на своей работе, но при этом они в вопросах безопасности являются чудовищно инфантильными. И поэтому главный мой призыв — это будьте взрослыми. Ребята, это жизнь, и в ней можно порезать ногу у риф и стечь кровью, или подскользнуться, как было в лонжероне. Я понимаю, что, наверное, сейчас приведу, на мой взгляд, не самый удачный пример, но первое, что пришло в голову, миссия ОБСЕ, которая подорвалась на мине Луганской области, на неконтролированной территории Украины. Ведь, наверное, тоже наблюдатели этой миссии не думали, что с ними это произойдет точно. Я понимаю, что не совсем точный пример. Тем не менее, да, говорю о том, что надо риски, но риски надо просчитывать. С ОБСЕ — это отличная иллюстрация того, что есть такие риски, которые не закрывают никакая помощь. Потому что погиб как раз парамедик, и ОБСЕ вкладывает много денег в безопасность. Здесь, кстати, вопрос страховки мне очень нравится. Вообще эта тема, честно скажу. Потому что с тобой случилось что-то, и ты тут же получил возврат, если ты правильно все сделал. Я уверен, что семья погибшего получит полную компенсацию, и никто не будет, как в Украине, к сожалению, думать, за чей счет похоронить или эвакуировать. Я знаю ситуации, когда люди, их смерть наступала каким-то причинам за рубежом, и они настолько, ну, это все непродумано было, что непонятно было, как их возвращать на родину. Не надо фокусироваться на черных красках, я не пытаюсь их сгустить. Надо понимать, что мы все существуем какой-то, ну, количество времени. Потом это заканчивается. Ну, как минимум в этом пространстве, дальше мы не знаем. Да, да, да. И поэтому, если вам нравится жизнь, вы хотите быть счастливыми, быть здоровыми, видеть свадьбы своих детей, какие-то другие приятные моменты, подумайте сегодня о своем завтра. Абсолютно верно. Могу добавить, это так уже нескромно прозвучит, но тем не менее, смотрите вот такие эфиры, которые мы проводим на седьмом канале. Лен, будет вам вопрос. Федор проводит курсы, и очень много работает с крупными компаниями, в том числе различными. Да, я уже не говорю там с нашими военными, которые отправляются в зону проведения антитеррористической операции. Насколько, в частности, туристическим агентствам, компаниям, был бы интересен такой опыт, чтобы, ну, в частности, да, наш коллега по эфиру со своими коллегами проводил вот такие занятия для вашего персонала, для людей, которые уезжают за границу, возможно, первый раз. Да, не обязательно первый раз, да, чтобы люди обладали минимальными знаниями по оказанию первой помощи. Сейчас, конечно, речь не о страховке, потому что это вообще идеальный вариант, насколько я понимаю. Это необходимо, и было бы здорово в рамках туристических фестивалей, которые проводятся регулярно, проводить такие, пусть это будут бесплатные семинары, которые будут иметь возможность посетить, как сотрудники туристических агентств, как наши туристы, ну, люди, думающие, есть, и это необходимо. Конечно же, это будет, мое мнение, что это будет востребовано. И это необходимо продвигать. Дорогие мои коллеги по эфиру, вот какому виду отдыха вы отдаете лично предпочтение? Мы потихонечку выходим на финал нашей программы. Я надеюсь, что какие-то семена здравого разума мы бросили в информационное пространство для наших телезрителей, и кто-то задумывается о том, чтобы сохранить себе жизнь. Федор, ну, вы активный человек, я сразу могу сказать, вы любите и спорт, и путешествия. Или дома все-таки лучше? Точно не дома. Дело в том, что путешествий мне хватает по работе. Я знаю. К счастью, мы пользуемся достаточно большой популярностью среди компаний сейчас, и пока я объезжаю их офисы, я реально смотрю всю Украину, и я стараюсь здесь оставить несколько дней для того, чтобы почувствовать дух Львова или Житомира, или Киева. Я обожаю его. Знаете, чего вам не хватает в таких поездках? Съемочная группа седьмого канала. Лена, а какой вид отдыха вам более приятен? Только формат путешествия, познания. Я фанат Азии, мой супруг фанат Африки, дети наши фанаты спортивных вариаций. То есть у вас дома полный набор. Абсолютно полный набор. И ни в коем случае мы никогда не отказываем себе в путешествии. Мы знаем, как нам поступать в случае чего-либо происшедшего. Мы поступаем, и всегда все благополучно. Вот так. Обладайте знаниями, и все будет хорошо. Интерактивный опрос. Какой вид отдыха для вас наиболее безопасный? 20% говорят о том, что домашний отдых наиболее безопасный. И, соответственно, по 40% телезрителей отдают предпочтение активному виду отдыха. И со мной ничего не случится. Я вам должен, коллеги, сказать, что в начале эфира третий вариант ответа там было 25%. Вот люди посмотрели, сказали, ну, возможно, умные вещи говорят, но со мной точно ничего не случится. Я не буду пока это комментировать. Буквально у вас по нескольку секунд итоги интерактива. Ожидаем. Мы говорили об этом в начале. Ну, это нормально. То есть мы не можем ожидать другого результата. Ну, это естественно, и об этом, ну, на этом построена теория Дарвина. Ну, собственно, кто-то же должен получать премию ежегодно. Абсолютно верно. Да, ассоциации только с премией Дарвина сразу. То, о чём я и говорила. Очень частый вариант «Со мной ничего не случится», но я всё же настоятельно прошу, пожалуйста, читайте условия страховки. Не отказывайтесь, пожалуйста, от неё, потому что мы никогда не знаем, что может с нами произойти через две секунды. Единственное, что я могу добавить в конце нашего эфира, анонсируя, что с Фёдором мы обязательно ещё встретимся, Лена, и, конечно же, с вами только с тобой поговорим о том, как людям себя вести в случае теракта. Это очень актуальная тема. Ну, а с вами поговорим не только о видах отдыха, а в какие страны сегодня наиболее интересно отправляться в путешествие. Спасибо огромное. Спасибо. Будьте нам все здоровы и живы. Увидимся на седьмом. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»